Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня поговорим о специальностях, на которых чаще всего работают иностранцы. Если вам это интересно, то продолжайте смотреть дальше. Сегодня я вам расскажу топ-15 профессий, которые чаще всего встречаются среди иностранцев, которые приезжают сюда работать в Польшу. Конечно, этих специальностей намного-намного больше, но это такие самые популярные. То есть, если вы собираетесь ехать в Польшу и не знаете, в какую отрасль податься, то я вам сегодня расскажу, какие профессии чаще всего встречаются, дальше какой оклад у этих профессий. И я буду называть вам минимальный оклад на каждую должность в Бруто. То есть, для того, чтобы вам высчитать на это, вы можете перейти на специальный сайт, где рассчитываются, отнимаются все налоги, все оплаты и уже получается сумма, которую вы будете получать уже на руки. Такой сайт я вам оставлю в инфобоксе. Это сайт очень интересный, потому что на этом сайте вы можете также найти те специальности, о которых сегодня я не буду говорить. И вы сможете отследить, какой же там минимальный оклад у каждой должности. Так как я из Украины, то, конечно, я буду сравнивать с украинскими оплатами. Первая из должности – это сельское хозяйство. Как вы знаете, в сельском хозяйстве очень много разной работы, но это работа сезонная. Для многих это очень удобно, потому что некоторые просто приезжают в Польшу, поработают некоторый период времени и уезжают обратно домой. Чаще всего эта сезонная работа начинается с весны и заканчивается до конца осени. То есть, зимний период, он идет как отпускной, то есть, никто не работает в этот период. Если же в Украине за сельское хозяйство платят 3000 гривен, то здесь, в Польше, вы можете найти работы, начиная от 10 000 гривен и выше. То есть, это где-то от 2,5 злотых брута. Следующая должность – это швеи. Как вы знаете, наши швеи очень талантливые. Я не буду говорить о польских швеях, возможно, они тоже талантливые. Я не встречалась, но знаю, что наши сюда девочки очень многие приезжают и работают здесь. Так как, например, в Украине, если у вас опыт работы больше, чем 2 года, то вы зарплату получаете где-то от 3000 гривен до 6. То в Польше минимальная заработная плата для швеи – это 1900 злотых брута. То есть, в среднем швеи зарабатывают в месяц 13 000 гривен. Конечно, я не буду говорить, что они тут работают по 8 часов и у них 2 дня выходных. Нет. Конечно, здесь швеи очень много работают и зависит тоже от работодателя, а также от сферы, которую они производят. Некоторые работают по 12 часов, не вставая. И я понимаю, что это сидячая работа, это очень тяжелая работа. И также это работа 6 дней в неделю, то есть, один день только выходной. Но это все зависит, кому вы, опять же, попадете, в каком вы воевудстве. Да, и здесь нужно также учитывать, я не сказала вам заранее, что цены и зарплаты могут очень сильно отличаться. Потому что, если вы, например, поедете в Варшаву, то там будут одни цены и другая будет зарплата. Если вы приедете сюда к нам, в Труймяста, то тут совсем другие цены и другая зарплата. То есть, даже на некоторые продукты в Гданске, например, дороже, нежели даже в той же столице Варшавы. То есть, это нужно учитывать при выборе вашей будущей профессии. Следующая должность – это мясники. В Украине, как известно, мясники получают от 3,5 тысяч гривен до 6 тысяч гривен. То в Польше минимальная где-то ставка начинается от 2,5 злотых брута. То есть, в среднем месяц мясник может получать в Польше от 12 тысяч гривен. Следующая должность – это разнорабочие на складах, а также на фабриках. Если вы живете в Украине и у вас нет опыта работы, то придя на такую должность, вы где-то начнете получать от 2,5 до 6 тысяч гривен. То в Польше, не имея никакого опыта работы, даже иногда не нужно знать слишком глубокого польского языка, то есть, даже можно с минимальным польским языком прийти, вы будете получать от 10-11 тысяч гривен. То есть, это где-то от 2,5 тысяч злотых брута. Следующая должность – это повара. Поваров в Польше не хватает, поэтому если же вы обладаете кулинарными способностями, то вы можете попасть на кухню. Даже если у вас нет огромного багажа знаний, то придя на кухню сначала помощником повара, а потом вы можете просто переквалифицироваться, также закончить какие-то шкаления, либо курсы, либо же даже полицеальную школу в данном профиле и работать уже полноценно. Если же в Украине вы работаете поваром, то вы получаете где-то приблизительно от 3,5 до 8 тысяч гривен. Если вы приезжаете в Польшу, то, конечно, здесь нужен польский язык. Если вы начнете с помощника повара, то вы тоже должны хотя бы минимально знать название продуктов, в которой вам будут говорить что-то там порезать, помыть, чтобы вы понимали, какой объем работы вам нужно будет выполнять. Но и здесь вы будете получать где-то от 12 тысяч гривен, то есть от 2 200 злотых брута в месяц. Это минимальная заработная плата у поваров в Польше. Следующая должность – это комплектовщики товаров. Если у вас нет вообще знания никакого польского языка, то, в принципе, вы можете пойти на такую работу в Польше. Потому что приезжая в любое воеводство в Польше, вы без проблем найдете данную профессию. Здесь, конечно же, вопрос идет зарплаты. Потому что в Украине вы можете получать, наверное, в среднем заработную плату от 3 тысяч гривен до 5 тысяч гривен комплектовщики товаров. То в Польше эта сумма варьируется. То есть она может начинаться и от 9 тысяч гривен, и от 15 тысяч гривен. То есть, конечно, все зависит, какая специальность, какая сфера производства, комплектации точнее. Но минимальная ставка в Польше – это 2-300 тысяч злотых брута. Следующая должность – это электрики. В Украине вы, наверное, в среднем получаете от 5 до 9 тысяч гривен. То в Польше вы можете получать от 10 тысяч гривен. Это, конечно, самое минимальное. Как известно, электрики – это востребованная профессия в Польше. То есть их нехватка здесь. Поэтому, если вы мастер своего дела, то, конечно же, вам стоит поискать хорошую фирму, где требуют электриков. Минимальная ставка для электриков, начиная от 2-600-2-700 тысяч злотых брута. При этом вам нужно будет, конечно же, знать польский язык и уметь читать разные схемы на польском языке. Следующая должность – это фрезеровщик. Конечно же, по поводу фрезеровщика я искала очень много информации, что касается в Украине, и поняла, что разница большая, потому что в Украине фрезеровщик в среднем получает в месяц от 4 до 7 тысяч гривен. То в Польше будете получать от 13-14 тысяч гривен в месяц. То есть, минимально от 2-400 тысяч злотых брута. Дом работницы и уборщицы – это две специальности, которые, наверное, самые-самые популярные среди девушек. И, наверное, почти каждая вторая девушка, которая приезжает в Польшу, начинает именно с этой сферы. Здесь ничего нет постыдного, потому что, если в Украине это, возможно, и стыдно, в этой отрасли работать, и вы получаете где-то там 2,5-6 тысяч гривен за такую работу, то здесь, в Польше, вы можете получать от 10 тысяч гривен. И это я не говорю о том, что вы будете работать 12 часов в день. Это даже может быть работа по 4 часа в день, и вы можете хорошо зарабатывать. Да, не все работодатели берут на такие должности официально. То есть, они, конечно, некоторые берут нелегально. Некоторые просто приглашают к себе на 2-3 часа поубирать, и все. Но как дополнительный доход, это очень-очень популярно здесь, в Польше. Что касается, если вы приезжаете в города, которые развита туристическая отрасль, то любой отель, к которому вы не придете, там будет всегда требоваться уборщицы. Что касается уборщиц в Польше, то минимальная зарплатная плата у них начинается от 1850 тысяч, злотых брута. Что же касается домработниц, то у них минимальная заработная плата начинается от 2000 злотых брута. Также здесь, в Польше, популярно уход за пожилыми людьми. Конечно, она не такая высокооплачиваемая должность, как, например, в Германии, в Норвегии, в Швеции, в Англии. Это, конечно, не сравнится. Но все же буквально 4-5 часов при этом вы можете подрабатывать на другой работе и получать тем самым просто больше денег в месяц. Следующая популярная работа среди иностранцев – это хостесы. То есть это работа на рецепшене в отелях, гостиницах, хостелах. Заработная плата в Польше для такого вида деятельности от 2500 злотых брута. Также все зависит от вида самого места работы. То есть если это хостел, то там, конечно, будет меньше оплата. Если это отель, то там будет больше. Опять же, какой отель, 3-х звездочный, 4-х, 5-х звездочный, то тоже будет варьироваться эта оплата. Следующая должность – это столеры. Столеры здесь очень тоже востребованы в Польше. Если, например, в Украине ваша средняя заработная плата, наверное, составляет около 4,5-8 тысяч гривен, то в Польше она будет составлять 15-25 тысяч гривен. То есть минимальная заработная плата будет от 2400 злотых брута в месяц. На оплату влияет, конечно же, ваша квалификация. Следующая должность, которая также востребована в Польше – это сварщики. Вы, наверное, в Украине получаете среднюю зарплату от 4,5 тысяч гривен до 8 где-то. То в Польше ваша заработная плата будет начинаться где-то от 16 до 28 тысяч гривен. То есть от 3000 злотых брута вы будете получать здесь заработную плату. Следующая – это водители. Это водители-курьеры, это водители категории B, это водители тиров. Если у вас есть категория C плюс E, вы также найдете здесь высокоплачиваемую работу, так как водителей здесь тоже не хватает в Польше. Заработная плата водителей начинается от 3000 злотых брута. Если же вы водитель-курьер, то где-то минимальная ваша заработная плата начинается будет от 2500 злотых брута. Ну и, конечно же, самое популярное – это строители. Так как Польша все время строит и строит и строит, какой бы вы город бы ни приехали, там все равно всегда будут что-то строить. Самое главное – нужно найти просто правильного работодателя, правильную работу и правильный договор. Конечно, очень много кидал в этой сфере. Строители в Польше получают минимально 2500 злотых брута. Ну и бонусная специальность, о которой я вам скажу, наверное, тоже не для кого будет секретом – это IT-сфера. Как вы знаете, в Польше вообще их нехватка, и польский рынок настроен на то, чтобы как можно больше трудоустроить программистов в Польше. Минимальная заработная плата начинается от 4000 злотых брута для программиста. Также помните, что любая профессия зависит от квалификации, от опыта работы, но и многие специальности зависят от того, что какие у вас документы на руках. Это может быть карта поляка, виза, биометрический паспорт, либо карта СЛО по опыту. Это тоже влияет на вашу заработную плату. Но также немаловажным фактором, который влияет на вашу заработную плату – это знание польского языка. Как ни крути, польский язык будет нужен вам здесь. Даже хотя бы минимальный – начать просто переговоры, собеседования пройти. Либо же, если вы уже работаете какой-то определенный период времени, то вам, конечно, захочется повышения заработной платы. И помните, что польский работодатель, он не будет бегать за вами и говорить, а ты хочешь сегодня не 13 злотых за час, а 15. То есть, за свою заработную плату нужно будет каждый раз напоминать и добиваться ней. То есть, нужно будет ходить, просить. Поэтому очень важно разговаривать на польском языке и добиваться своих целей. Так что желаю вам удачи. Ну и спасибо сегодня за то, что вы были вместе со мной. С вами увидимся уже совсем скоро в следующих видео. И всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok